Проверка инфекционных госпиталей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин вместе с заместителями и советником Ньюта Федромессера посетил районы, где лечат пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Осмотр начался с Арзамасской центральной районной больницы. В госпитале проходит лечение 22 пациента. У 10 подтвержден коронавирус, у 12 диагностирована пневмония. В инфекционном отделении развернули 107 коек, 56 с подачи кислорода. Всего в лечебном учреждении 46 аппаратов ИВЛ, из них 15 инвазивные. Сейчас одному пациенту требуется искусственная материация легких. Эта больница одна из самых приспособленных к приему пациентов с коронавирусом. В том числе туда сейчас поступило несколько пациентов для проведения комьюторной томографии из Дивеевского монастыря. На самом деле все медицинские работники и врачи, и медсестры, они все обеспечены комплектами средств индивидуальной защиты, причем не одним комплектом, а по нормативу, естественно в пике, это обеспечение будет еще большим. Также понимание, как работать с пациентами, я лично могу засвидетельствовать, есть. То есть от двери, в которую поступает пациент, до боксов и территорий таких буферных зон, красный, зеленый и так далее. Губернатор поручил своему заместителю Давиду Мерик-Гусейнову усилить работу по привлечению в больницу Арзамаса медицинских кадров, а также предусмотреть для специалистов горячее питание и возможность размещения в гостиницах. Такой опыт уже есть в Нижнем Новгороде. По поводу гостиниц, почему не применяется здесь? Здесь будет применяться. После посещения Арзамаса губернатор едет в Шатковскую центральную районную больницу, где проходят лечение 42 пациента, в том числе два сотрудника Понятаевского психоневрологического интерната. Напомним, к Шатковской ЦРБ прикреплены еще четыре соседних района. Медучреждение рассчитано на 50 коек, все снабжены подачей кислорода. В больнице 23 аппарата ИВЛ. При необходимости коечный фонд может быть увеличен до 106 мест. В больнице Глеб Никитин проверяет комплекта защиты и впервые идет в красную зону, где лечатся больные с COVID-19. Впечатление, безусловно, производит гнетущее. С одной стороны, видно, как соблюдается соответствующий порядок и вроде как обеспечивается безопасность посещения, безопасность работы. Но особенно впервые, наверное, или первые разы, скажем так, точно совершенно возникает ощущение и тревоги, и сопереживания с людьми, которые там находятся. Никому бы не пожелал, короче говоря, оказаться в этой ситуации. Даже при том, что большинство пациентов все-таки переносит в легкой форме и выписываются, выздоравливают, все равно никому бы не пожелал. В Шатковской ЦРБ одного пациенту требуется искусственная вентиляция легких. Это подтверждает, ситуация серьезная. В очередной раз напомним, только на медицину надеяться нельзя, чтобы помочь системе здравоохранения. Необходимо максимально соблюдать дисциплину и не махать рукой на первые симптомы болезни. Александра Шеломцева, Время новостей.